К нашему эфиру присоединяется сооснователь компании Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники, Валерий Яковенко. Валерий, рады приветствовать. Здравствуйте. Приветствую вас. Валерий, помогите нам разобраться. Часто слышим и даже читаем в пабликах, в телеграм-каналах, давайте чего уж скрывать, о том, что у нас есть меньшее количество дронов, летательных аппаратов, того, что нужно действительно на вооружение СССР. И в то же время россияне нарастили какое-то безумное количество именно такого типа оружия. Как вы считаете, где тут правда и насколько это может казаться только ИПСО, а не реальным положением дел? На самом деле нам нужно четко понимать, что информационная пропаганда от оккупантов, которая пронизывает все информационные каналы, существующие в России, они очень редко распространяют какие-то правдивые информационные топики. Это первое. А второе, с точки зрения нарративов о том, что дронов в Украине меньше, чем у жителей болот, ну я с таким доводом не согласен. Я считаю, что в Украине намного системнее поставлена работа по созданию новых технологий. Новые технологии имеют инновационные технологические компоненты, доступные для Украины и недоступные для санкционной РФ. И с точки зрения даже самой полемики о том, что в войне дронов прерогатива идет и непосредственно на стороне Украины, имеет подтверждение, в момент активизации каких-либо боевых действий на участке фронта возникает импульсное использование дронов в больших количествах. И когда мы видим, какое количество поднимается на линии фронта дронов с украинской стороны, то сейчас можно сказать, что преимущество все-таки на стороне Украины. Эта субъективная точка зрения, она очень оптимистична. Она связана с тем, что мы постоянно видим, как развивается технологический комплекс украинских частных компаний, которые занимаются разработкой и созданием новых систем и новых компонентов бета-техники, отвечающих за безопасность Украины. Об этом сейчас поговорим чуть подробнее, Валерий. Но прежде, как вы считаете, какова реальная возможность увеличить количество производимых тех же ланцетов в стране-террористе, в стране-оккупанте Российской Федерации? Я не считаю возможным это сделать, используя те компоненты, которые используются там. Дело в том, что во всем, что производится на болотах, есть определенные компоненты тех технологий, которые производятся в цивилизованных странах. Это пассационные определенные компоненты, которые восполнить невозможно. И говорить о том, что производство можно нарастить, да, его можно нарастить, но мы увидим фотографии и видео корпусов, но не микросхем или камер, для производства которых необходимы цивилизованные технологии. Мы увидим композитные корпуса, мы увидим деревянные фюзеляжи, мы увидим что-то брутальное, большое, оно будет начинено взрывчаткой, но оно не будет содержать в себе технологий внутри, которые действительно могут менять что-то на поле боя. Вы посмотрите сами, против кого используются дроны, используют дроны Арефи. Против мирных украинских городов. Мало каких-то действительно значимых применений мы видим, когда дроны используются против военной техники, против украинских военных, против наших защитников. Основа использования дронов страной-террористом – это террор. И там действительно используются технологии, отставшие от мира, но при этом они все-таки несут опасность, они начинены взрывчаткой, они взрываются, они могут забрать какие-то жизни, но когда речь заходит на поле боя, то инициатива на стороне Украины. Скажите, пожалуйста, касаемо вот этих иностранных компонентов, которые находят в дронах, это каннибализм, то есть голь на выдумку, хитра, если они разбирают какие-то, ну, что можно себе представить, например, предметы бытовой техники? Вы имеете в виду посудомощные машины? Например. Абсолютно возможно. На самом деле борьба и поддержка вот этих санкций, чтобы они работали, это постоянный неостанавливающийся процесс. Каждый раз, когда сбивается какой-то беспилотник, который использовал самоскорий, он анализируется для того, чтобы проанализировать, какие детали, какие компоненты там использовались, и дальше по цепочкам найти производителя и поставщика тип-чипов, просто чтобы обрезать поставки, и эта техника и этот канал не использовался для создания террористического оборудования. Есть разные методологии обхода санкций. РФ помогает в этом и другая сторона, которая живет под санкцием уже много-много-много лет, это Иран, и действительно, кроме таких союзников РФ и других союзников нет. Но все это говорит о том, что подобные вещи, они просто временные, и даже если есть допущенный какой-то процесс производства дронов на Москве, то без доступа к современным технологиям этот процесс немасштабируемый. Мы можем увидеть фотки и видео каких-то цехов, но на выходе системно мы не увидим тех технологий, которые хотя бы даже упоминаются в тех пресс-релизах, которые мы с вами смотрим. Ну, однажды, значит, и эти составные части закончатся в Российской Федерации, а дальше посмотрим. Что касается Украины, интересное заявление сделал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он назвал следующие цифры. В этом году производство некоторых видов беспилотников в Украине выросло более чем в сто раз, если сравнивать с 22-м годом. А какие перспективы открываются сейчас перед нашим государством? Украина — это технологический хаб. Это возможность возглавить технологические прорывные центры и географически иметь возможность концентрировать в себе все современные технологии, которые на протяжении следующих десятилетий будут использоваться в мире. У нас есть для этого все. У нас есть лучшие инженеры, у нас есть практический опыт, у нас есть доступ к современным технологиям. И когда мы говорим о роли Украины в этом, это роль лидера, это роль с той стороны, которая даст возможность продемонстрировать действительно взрывной экономический рост, в том числе и благодаря экспорту тех технологий, которые сейчас создаются. Я полностью соглашусь с нашим вице-премьер-министром, и я абсолютно подтверждаю, что действительно производство увеличилось, увеличилось в разы. Если в самом начале войны мы радовались каждому дрону, который нам передавали от наших западных партнеров, то мы сейчас также радуемся. Но когда мы сравним количество того оборудования, которое могут передать нам наши заводные партнеры, и те количества, на которые вышли украинские производители, то мы уже можем с уверенностью сказать, что украинские производители дают фору западным нашим коллегам. Мы действительно в некоторых сегментах обошли рынок и движемся очень сильно впереди. Валерий, а что в наших силах на данный момент производить самостоятельно? Что все еще мы ждем, и это как воздух необходим от наших партнеров? Сейчас важно производить то оборудование, которое помогает энергии работать тем эффективным видом вооружения, которое передают наши западные партнеры. Речь о дальнобойной артиллерии, речь о хайморсах. И сейчас крайне необходимо было бы получение украинской современной авиации. Если мы говорим о производстве каких-либо компонентов, то наиболее сильным украинцы являются в направлении производства техники для разведки, разведывательных дронов. Это направление претерпело наибольших изменений, когда мы говорим о количестве производимых единиц. И уже следующим сегментом подтягиваются дроны, которые могут использоваться для выполнения ударной функции. Разведка, и это, наверное, основное, в чем дроны нужно применять. И это наиболее ценное их применение. Ударная функция — это следующее по популярности технологическое использование этих дронов. Но опять-таки тут нужно понимать, что у Украины есть цели, которые являются исключительно военными. Наша задача — производить, изобретать и воплощать в жизнь исключительно высокоточные единицы оборудования, которые позволяют поражать исключительно военные тели, не подвергая рискам гражданские либо цивильные объекты. Потому что мы воюем на нашей земле. Это наша земля, это наша инфраструктура. Нам потребно отвоевать каждый метр, и чужого нам не надо, а оккупанты должны уйти. И это значит, что мы не можем использовать оборудование не точно или какого-либо другого, как это делает, допустим, РЭФе. Нам нужно с умом подходить к этому типу вооружений. Да, это бесспорно. Как и то, что техника, по сути, ничто, если эту технику используют неподготовленные люди. Мы давно слышим разговоры и обещания от западных партнеров относительно подготовки украинских пилотов, которые в дальнейшем будут управлять истребителями четвертого с половиной, пятого поколения. То, что будет предоставлено нам. А что касается операторов именно беспилотников? Какая база уже существует в Украине? И сколько можно подготовить таких операторов? В какие сроки? У меня есть очень субъективное мнение на этот счет. Дело в том, что дроны, они имеют очень широкий функционал. И в современном мире дрон, когда мы говорим о сегменте безопасности, это как смартфон. Фактически каждый военный, каждый солдат, каждый специалист, который отвечает за безопасность того или иного участка или того или иного процесса, он должен уметь управлять дроном. Это значит, что количество операторов, которые необходимы Украине, исчисляется сотнями тысяч людей. И это не значит, что это сверх какая-то естественная задача и это очень сложные навыки. Нет, это очень простые, примитивные, простые прикладные навыки, но которые в массе должен иметь абсолютно каждый человек, который защищает нашу страну. И это значит, что и дронов нам нужно на порядке больше. То есть несколько раз больше, чем операторов, потому что дрон — это расходный материал. Каждый сбитый или уничтоженный дрон — это сохраненная чья-то жизнь. Поэтому дронов нам нужно очень много, а учить нам нужно людей практически каждого. И в зависимости от того, как используются дроны, спец-специфика есть в каждом относительно сегменте процессов безопасности. Это в силу специальных операций, это просто разведка, это корректировка, что угодно, но это разные навыки, и иногда этим должны управлять разные люди, иногда и дроны разные, иногда они похожи друг на друга, но это огромный комплекс людей, которых необходимо научить и которым необходимо поставить оборудование. Валерий, вот такой еще вопрос. В новом пакете военной помощи, который США нам передает, как сообщает Reuters, есть уже такие средства ПВО, как «Вампир», беспилотники «Файникс», «Гост» и «Свичблейт». Можете рассказать немножечко подробнее на бытовом уровне, чтобы было понятно, чем они настолько хороши будут отличаться от того, что уже у нас есть? Нам нужно все. И те дроны, то оборудование, которое нам передают, оно соответствует тем технологиям, которые используются в странах НАТО, и те технологии, которые нам передают, они формируют определенную основу тех знаний, тех процессов обучения, обслуживания этой техники, которые нам нужно с нуля фактически выстраивать, и сразу мы можем, имея доступ к такой технике, свои же образцы техники делать или проводить процессы обучения в соответствии со стандартами стран НАТО. И когда мы говорим о современных технологиях, у нас есть определенная база для сравнения, для использования. Количество дронов, которое нам передается, оно не формирует какую-то основную ударную функцию. Украинских дронов на порядок больше будет в этих сегментах, но это примеры высокотехнологического революционного оборудования, доступа к которому у оккупантов не будет никогда. Поэтому нам важно получать эти образцы оборудования, нам важно проходить обучение, нам важно смотреть на экосистему, как обслуживание и использование этой техники происходит. Потому что сейчас происходит первая в мире война дронов. И такой масштабной активности, какую имеет Украина, никогда в мире никто не видел. И наша задача учиться, производить, впитывать в себя лучшее и масштабировать. Тут недавно глава РФ Бункерный сказал о том, что будут сбивать те дроны, которые используют сегодня для того, чтобы освобождать Украину, а дальше разбирать их, учиться и создавать новые, но уже в Российской Федерации. Насколько подобный реверс-инжиниринг возможен вообще? Я не уверен, что в тех стиральных машинах, которые солдаты Арефии тянули себе на родину, есть и чипы, которые используются в современных образцах техники, которая передается нам. Они не смогут это скопировать. Это оптимистичный ответ. Вот хотелось бы теперь немножечко ваше мнение услышать. Как вы считаете, это опять мы говорим об ИПСО и российской пропаганде, которая уже раструбила о том, что будет целый завод, и будет он работать на полную мощность, или нужно объективно и трезво смотреть на производство этих шахедов? Да, речь идет о производстве иранских шахедов на территории Татарстана, о чем неоднократно говорили, но в основном, правда, представители Кремля, как известно, когда очень легко определить, врут в Кремле или нет. Если говорят, значит, врут. Чаще всего именно так и происходит. Большинство информации, которая льется, она неправдива, либо исковеркана. Но я хотел бы сказать, что не бояться дронов нельзя. Дроны оккупантов, они страшны тем, что это террористическое оборудование, и нужно использовать абсолютно все возможности, чтобы перекрывать кислород, доступа к компонентной базе у оккупантов. Если там есть шанс что-то создать, это нужно обрезать на корню. И современный мир, те санкции, которые создались вокруг, они в этом помогают. Валерий, спасибо большое. Спасибо за профессиональную оценку ситуации. Спасибо за те инсайты, которые сообщили. Спасибо вам за дроны. Да, это правда. Валерий Яковенко, сооснователь компании Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники, был с нами на прямой связи.